Мотогонщик Руслан Коршунов Всего за год Руслан успел прикипеть к скоростному виду спорта. Молодой человек в семье не единственный, кто болеет мотокроссом. Папа и родной брат тоже любители погонять. Брат младше увлекается, вот сейчас у него заезд будет, он едет в классе 65 кубов. И еще отец у меня тоже увлекается мотоспортом, он едет в классе хобби. А мама смотрит гонки, ну и тоже, в принципе, ей тоже нравится, и она тоже хочет себе мотик. Если мужская половина уже вовсю наматывает круги по трассе, то мама еще не решается сесть за руль мотоцикла. В то время, пока отец и сыновья в заезде, она их ждет на финише с победой. От нашей семьи участвуют три человека. Муж, старший сын, средний сын. Все занимаются мотокроссом, очень любят, очень захватывающий вид спорта. Но я каждый раз, когда за них болею, переживаю очень. Это очень волнительно, бывают травмы. Но с Божьей помощью все будет хорошо, мы будем победителями. В соревнованиях приняли участие не только южноуральские спортсмены. Побороться за звание лучших чемпионов приехали гонщики из Башкирии, Казахстана, Свердловской и Курганской областей. Как обычно, зимний мотокросс непредсказуемый. При подготовке к соревнованиям не обошлось и без сложностей. Сегодня получилось так, что нападало очень много снега. И мы столкнулись с такой ситуацией, что за два дня до соревнований выпало много снега. Хотя мы трассу готовили, все убирали, но нам немножко не повезло. Но сегодня хорошая погода и немножко спортсменам тяжело управлять своим мотоциклом. Поэтому борьба будет очень острая и непредсказуемая. Самое главное – от старта до финиша доехать без падений. По итогам гонок команда Копейска заняла второе место. Чтобы попасть на чемпионат России, участникам предстоит преодолеть еще два этапа. Они придут в феврале в Зауральске и Коркино.